здравствуйте меня зовут валентин хохлов и это очередной выпуск из цикла об истории средних веков четвертый сезон в котором мы говорим об истории стран иберийского полуострова испании и португалии и предыдущий седьмой выпуск мы закончили на завоевании толеда королем леона альфонсом шестым в 1085 году это стало одним из важнейших моментов реконкисты тем самым плавно уже перешли подошли к началу двенадцатого века этот период был довольно сложным для этого короля вот об этом мы начнем говорить и продолжим до середины тринадцатого века основываясь я на книге альтамира и криве кое-какие сведения беру еще из википедии прежде чем перейти к этому выпуску я хочу напомнить вам что уже более двух месяцев в украине идет горячая паза войны которую путинская россия развязала еще в 2014 году на самом деле где вы были эти восемь лет ну а вот с 24 февраля пошло полномасштабное вторжение я сейчас недолго вернулся домой обнаружил путинский подарок осколок обломок или как сказать фрагмент крылатой ракеты который я вам покажу моим зрителям на ютюбе и вот как он не пробил дырку в окне и частью не очень сильно мой дом пострадал а вот соседний дом пострадал довольно сильно там как вы видите на фотографии весь верхний этаж снесен этой крылатой ракеты так что можете сами убедиться в каких условиях мы живем но надеюсь что война закончится и мы вернемся к мирной жизни естественно в нашей свободной стране ну а тем временем вы можете поддержать мой труд подписавшись на сайте patron patron.com касая val подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-b и это ну как-то я бы частично может мне чем-то помочь хотя это очень небольшие суммы для меня они не играют принципиальной роли но тем не менее если у вас есть также возможность в любом случае это вам ничего не стоит подписывайтесь на мой канал в ютюбе который можно найти по моему имени в альпахло теперь переходим собственно к выпуску на троне леона и кастильи правит альфон 6 он уже достаточно старый человек то есть мы уже переходим в двенадцатый век у него нет законорожденных сыновей простым выходом из ситуации было бы признать незаконно рожденного сына наследником незаконно рожденный сын санктий или же по испанский санчо альфонсос был рожден от наложницы мусульманки но вот на 1108 году этот сын погиб в битве значит было две дочери у короля еще напомню у старшей дочери у раки той самой которая была замужем и царой мундом бургундским в прошлый раз об этом говорили был сын альфонс названный вот собственно по имени деда этот внук короля тоже выглядел достаточно привлекательной кандидатурой на роль наследника но он еще был маленький отношения короля с дочерьми на самом деле были натянутыми в первую очередь из-за санктия из-за возможности признания этого незаконно рожденного сына наследником к тому же в 1107 году раймунд бургундский умер в 1108 умер санктий а в следующем 1109 году умрет и король альфонс шестой поэтому вот в этот последний год его жизни вопрос престола наследия стоял как никогда остро и в результате он назначил наследницей свою старшую дочь у раку на самом деле у вестготов не было нормы аналогичной норме солической правды у франков о том что земли наследуют только дети мужского пола королевство это земли королевство это как бы хозяйство собственность королям у вестготов ничто не мешало наследованию ее и по женской линии и соответственно у рака была признана наследницей однако все таки королю было страшно оставлять королевство без сильной мужской руки и поэтому он выдает замуж у раку второй брак с альфонсом арагонским который имел прозвище воитель то есть такой действительно опытный воин дело в том что королевство угрожала опасность относительно со стороны альмаровидов и так в 1109 году альфонс 6 умирает дочь у рака наследует трон по праву жены королем становится альфонс арагонский который тут же берет власть в свои сильные руки не всем это понравилось знать галисия отказалась признавать альфонса арагонского и возвела на престол внука альфонса 6 вот этого самого маленького альфонса сына уракин его еще называют инфант альфонс и так в галисии правит он в кастиле и леоне правит урака и ее муж альфонс арагонский сказалось что вот этот союз трех мощнейших христианских держав полуострова леона кастиле и арагона позволит объединить их хотя бы в виде личной унии создать мощное государство но альфонс арагонский опирался на знакомую ему знать навары и арагона и ставил ее на ключевые посты чем озлобил против себя знать леона и кастиле и уже в 1110 году портятся отношения между урака и ее мужем к тому же альфонс арагонский стремится покорить также галисию подчинить ее своей властью идет поход на галисию кстати говоря поход довольно успешной дальше еще когда урака собрала свое войско альфонс арагонский также разбил армию жены в бою но стратегической победа он не одержал потому что в 1111 году их брак был расторгнут урака стала править в лионе астурии и галисии а значительная часть кастильи была оккупирована войсками альфонса арагонского ситуативными сторонниками или союзниками вот этого альфонса стала сводная сестра ураки тереза ну то есть вторая дочь короля альфонса шестого эта тереза была графиней португальской у нее был муж генрих бургундский вот собственно от них идет линия португальских королей и они уже тогда хотели сделать португалью независимой от леона вернее даже не от леона а от королевства галисия потому что графство португалия номинально входило в галисию это было как бы ее южным продолжением в итоге тереза и генрих оккупировали астромадуру это уже вот к югу от леона регион который входил в королевство леона и был и находится сейчас к востоку от португалии позднее сестры помирятся но на определенных условиях тереза получила от ураки некоторые земли в леоне и значительно автономию португалии вообще это вот время между 1109 и 1126 годами это период большой политической нестабильности и интриг например знать галисии это виднейшие представитель граф трава и духовный глава епископ сантьяго де компостела диего хельмирес изначально поддерживали инфанта альфонса то есть сына ураки они же его короновали королем галисии а сестра ураки тереза графиня португальская поддерживала сначала альфонса арагонского потом она вошла в отношения с графом трава и епископом диего хельминесом и все это было нацелено на то чтобы ослабить власть королевы ураки в свою очередь урака время от времени объединялось со сторонниками сына инфанта альфонса и кроме того значительной силой становятся города к примеру в 1119 году жители сантьяго де компостела осадили дом где пребывала в то время королева урака и епископ диего и если королеву они отпустили с миром ну хотя и так провели через позорный такой коридор то епископу вообще чудом удалось спастись он переоделся в нищего и только в таком виде смог улизнуть от восставших но все это вот такое бурление вся эта турбулентность закончилась к 1 124 году когда партия инфанта альфонса уже ну совершеннолетнего молодого человека стали наиболее сильной партией а урака в 1126 году умрет и соответственно вот альфонс без труда становится новым королем лиона альфонсом седьмым первым делом нового короля стало отвоевание кастильи в целом это ему удалось достаточно быстро успешно в 1127 году он заключает мир с альфонсом арагонским кастилья возвращается в королевство лион но хотя за 20 лет вот этой политической турбулентности ее сна достаточно стала чувствовать себя независимым в 1134 году альфонс арагонский умирает и альфонс седьмой уже в свою очередь становится таким претендентом на корону арагона хотя ему она не досталась конечно там была родня покойного короля там брат стал стал править но тем не менее арагон ослабел в 1135 году альфонс седьмой провозгласил себя императором испании самый такой мощный правитель христианский и он считал что остальные христианские правители ему должны быть подчинены это номинальное подчинение но тем не менее это очень символический акт на коронации присутствовал король наваро гарсия эмир сарагосы даже кстати мусульманин тем не менее вот признал себя вассалом императора альфонса был граф барселоны раймонд беренгарий который де-факто он был независимым а де-юре был вассалом короля франции потому что барселона в то время входила в францию и кроме него еще был ряд южно-французских феодалов титул императора альфонсу седьмому позволил выкрутиться из довольно щекотливой ситуации с португалией дело в том что в 1130-х годах его кузен альфонс энрикес то есть сын терезы генриха или афоншу его в португалии называют он стал совершать земли набеги на земли леона и галисии была война между двумя альфонсами кузенами собственно и к 1137 году граф португалии был вынужден принести вассальную присягу альфонсу седьмому но в 1141 году король потерпел от графа поражения и по договору в саморе в 1143 году был вынужден признать независимость португалии как королевство то есть португалия становится независимым королевством и с тех пор ее история уже идет своей отдельной дорогой от остальных испанских королевств а в чем заключается щекотливость положения да альфонс португальский стал независимым королем но альфонс седьмой был к тому времени провозглашён уже императорам а император в вассалах мог иметь короля а альфонс португальский вассалом альфонса седьмого уже к тому времени был присягу он уже принёс то есть с одной стороны португалия стала королевством альфонс португальский стал альфонсом первым королём в Португалии, но при этом он оставался вассалом императора Испании Альфонса VII. То есть в этом смысле из этой щекотливой ситуации был найден выход, который на тот момент устроил обе партии. Альфонс VII воевал также с мусульманами. Дело в том, что государство Альмаравидов приходило в упадок. Король несколько раз совершал против них походы, доходил до Кордовы. Но из Африки пришла новая сила, как мы помним из пятого выпуска. Это были Альмахады, последняя такая большая сила, пришедшая в Испанию с юга. Альфонс VII объединяется с Альмаравидами против нового врага. В 1147 году, как часть второго крестового похода, был им совершен. Вместе с королем Наваррой Гарсией, графом Барселоны Раймондом Берингарием IV поход они захватили Алимейру. Это был, кстати, первый выход Кастилий к Средиземному морю. В 1151 году Альфон VII и тот же Раймонд Берингарием IV заключают договор о разделе сферы влияния между Кастилией и Арагоном. Дело в том, что граф Барселоны к тому времени по праву жены стал королем Арагона. Барселона и Арагон объединятся в будущем, создастся личная уния, создастся единое государство фактически, и вот между ними и Кастилией был договор о разделе сферы влияния вот в юго-восточной Испании. Однако это им не помекло, потому что в 1157 году Альмейру Альмахады отвоевали. Король Альфон VII совершал поход против них, город он не отбил, а возвращаясь, заболел и умер. 21 августа 2157 года. И королевство было разделено между двумя сыновьями короля. Это, кстати говоря, довольно порочная практика, как мы видели, принесла много бед уже к тому времени. Для 12 века такой раздел был анахронизмом явным, но тем не менее случилось то, что случилось. Санктий III, старший сын короля, стал править в Кастилии Толедом, а Фердинанд II, младший сын короля, получил Леон и Галюссу. Братья воевали друг с другом. Ну, конечно же, мы знаем, чем разделы заканчиваются практически всегда. Дело в том, что Фердинанд хотел подчинить Кастилию Леону. А с другой стороны, на Кастилию напали Навара и Арагон, но король Санктий III всех их сумел одолеть и даже заставил короля Арагона признать себя своим посалом. Но Санктий умер уже в следующем, а на 1158 году. Во время его недолгого управления произошло знаменательное событие. Два монаха, Раймунд и Диего Валаскес, призвали окрестных воинов, чтобы отбить замок Калатрава. И король, когда они это сделали, позволил им там основать рыцарский орден. Так начинается история старейшего испанского рыцарского ордена, ордена Калатравы. Ну, на этом короткое правление Санктия III заканчивается. Трон Кастилии переходит к его малолетнему сыну Альфонсу VIII. И за влиянием на него борются две знатные семьи. Кастро и Лара. Сначала опекунами были Кастро. И в борьбе с соперниками они обратились к королю Леону Фердинанду II. С его помощью они держат победу. Но король Леона не оставил же своих намерений подчинить себе Кастилию. И он начал там размещать свои гарнизоны. Кастильцы восстали против этого. Они перевезли маленького Альфонса в безопасное место. И он попал под опеку рода Лар. Леонцы постепенно были измерены из Кастилии. Повзрослев уже в 1166 году, Альфонс VIII совершает поездку по городам страны. Везде его встречают радостно. Наш король, собственный король, наконец-то он может править самостоятельно. Потому что к нему присоединяются достаточно значительные силы. Он входит в союз с королем Аракона. И с его помощью начинает отвоевывать крепости, которые контролировал Фердинанд II. Ну а также знать из домов Кастро и Лара. Ему удалось вернуть также провинцию Риоха, которая входила в Кастилию. Потом в годы турбулентности на Варце ее захватили. Но вот ее король Альфонс VIII отбил. И к 1180 году Альфонс VIII полностью контролировал все свое королевство. Во второй половине XII века в Испании образовались два ситуативных союза. Мы, кстати говоря, хорошо понимаем природу подобных союзов через одного на примере Франции, ранней Франции, где капитинги дружили с Анжу против Блуа, которые дружили с Вермондуа. Вот так через одного они дружили. Так же и в Испании произошло. Если мы посмотрим с запада на восток, то Леон дружит с Наварой. То есть Леон, потом идет Кастилия, потом Навара, потом Арагон. Так вот Леон с Наварой дружат против Кастилии и Арагона. То есть вот через одного дружат соседи с соседями вражи дуют, конечно же. Так вот Альфонс VIII при поддержке короля Арагона с 1177 года начинает кампанию. Сначала против мавров на земле Кордова и Хаэна. Кстати говоря, король Леона Фердинанд II тоже воюет с маврами южнее Леона на землях Астромадуры. Но правящие в Аляндалусе аль-Махады собирают большие силы. И в 1195 году они наносят ответный удар. Альфонс VIII терпит поражение при Ларкасе. Мавры осаждают Толеда, Мадрид, другие города. И в этот же момент на Кастилию нападает Леона-Наварская коалиция. Да, вот все набросились на ослабевшую Кастилию. Положение Альфонса VIII критическое, но ему удается отбиться от всех врагов. В 1197 году он заключает брачный союз с королем Леона, новым королем Леона, Альфонс VIII сыном Фернанда. Он отдает за него замуж свою дочь Беренгарию. А в 1200 году король Кастилии идет в поход на Навару, разбивает ее войско и дальше захватывает часть земель. Наконец, в 1212 году Альфонсу удается отыграться за поражение при Аларкасе. Он собирает большое войско и наносит Аль-Махадам решающее поражение в знаменитой битве при Лас-Навас-Деталоса. Это значительно одна из наиболее важных битв Реконкисты произошла 16 июля 1212 года в провинции Хаэн. И после нее победа христиан Реконкисты становится неизбежной. Кастилия получает преобладание среди всех государств полуострова как христианских так и мусульманских. Хотя Леон тоже проводит свою Реконкисту. Его король Альфонс IX также захватывает важные города такие как Мериду, Бадахас это еще к 1229 году ему удалось завершить. К тому же король Альфонс VIII в 1214 году умирает. Давайте тогда посмотрим что же в Леоне происходит. Возвращаемся на полвека назад в 1157 году Леоном начинает править Фердинанд II. Мы уже говорили о том как он пытается вмешиваться в дела Кастилии после смерти своего старшего брата Санкт-Петербурга и как он сотрудничает с семьей Кастро а их противники семья Лара берут опеку над молодым Альфонсом VIII. Так вот в 11162 году Фердинанд захватывает Толедо и один из рода Кастро назначен был его губернатором а сам Фердинанд тогда же заключает договор с королем Навары Санкт-Петербург и Санкт-Петербург и Санкт-Петербург но у Леона есть еще на западе противник это Португалия и вот с королем Португалии Альфонсом Фердинанд был вынужден вести тогда в 60-е годы борьбу показательна история взятия Бадахаса в 1169 году сначала его осадили войска португальского короля они там победили мусульман захватили весь город кроме цитадели а затем король Фердинанд по договоренности с альмахадами окружает город окружает португальцев и в городе идут уличные бои и в результате Альфонс Португальский попадает в плен даже к Леонсам но правда Бадахас в итоге Фердинанду пришлось отдать мусульманам в то же время семье Кастро удалось сделаться такими полунезависимыми правителями в общем такие позиционные войны продолжаются все 30 лет правления Фердинанда II который умер в 1188 году и корона Леона отходит к его маленькому сыну малолетнему Альфонсу IX состояние королевства было далеко не наилучшим несмотря на то что Фердинанд правил долго он не добился существенного расширения пределов королевства его попытки взять под контроль Кастилью не увенчались успехом финансы Леона были расстроены постоянными войнами постоянными такими набегами и кампаниями против как Португалии так и мусульман и Кастилью и сын Фердинанда Альфонс IX еще маленький а Альфонс VIII Кастильский уже взрослый и поэтому Альфонс VIII требует от Альфонса IX принести ему вассальную присягу чтобы получить поддержку от своего населения Альфонс IX в 1188 году созывает кортесы Леона это парламент причем парламент с широким представительством всех сословий мы кстати говоря в прошлом сезоне в третьем сезоне говорили об английском парламенте об истории его возникновения и такое широкое сословное представительство там возникло лишь в середине XIII века и в этом смысле Леонсы гордятся тем что они считают что их кортесы это первый полноценный парламент в мире так вот Альфонс IX опираясь на поддержку широких своих населения смог остановить наступление короля Кастильи и разбил его и даже вторгнулся в саму Кастилью война Леона и Кастильи закончилась в 1197 году когда вот два Альфонса заключили между собой брачный договор и вот Альфонс IX выходит женится на Берингавии дочери Альфонса VIII и на самом деле Альфонс IX удается достигнуть достаточно больших успехов по сравнению с отцом он как раз присоединил упомянутые выше города Эстромадуры Мериду и Бадахас у Альфонса IX и Берингарии был сын Фердинанд в 1204 году папа признал их брак незаконным Берингария вместе с сыном уехали в Кастилью к двору своего отца Альфонса VIII после смерти короля Кастильи в 1214 году тронтом получил Генрих I которому было всего лишь 10 лет но он так и не достиг совершеннолетия потому что в 13-летнем возрасте король Кастильи погиб в результате несчастного случая корона отходит собственно Берингарии а она передает в том же на 1217 году ее своему сыну Фердинанду который опять же маленький еще к тому времени отец мальчика Альфонс IX правит в Лионе он недоволен этим потому что он считает что он законный наследник Кастильи он хочет объединить оба королевства под своей властью но в общем-то ему это не удается потому что Кастильская знать поддерживает Фердинанда и Берингарию и вот этот молодой человек но он взрослеет по ходу этой кампании ну как взрослеет он еще юноша но он успешно отстаивает свою корону в 1230 году Альфонс IX умирает он завещает Леон двум дочерям но Фердинанд Третий уже повзрослевший и закрепившийся в Кастильи претендует на наследство своего отца на корону Леону он заключает с сестрами мировое соглашение им выплачивает большую компенсацию и получает корону и таким образом Леон и Кастилья объединяются опять на этот раз уже окончательно еще будучи только королем Кастилья в 1225 году юный Фердинанд III начинает активные действия в землях мусульман он проводит ряд кампаний в землях южнее Толеда на пути к Кордове ведет сложную дипломатическую игру с лидером Али Махадов Али Мамуном даже посылает его войско на помощь в его войнах в Африке и к 1230 году успехи Фердинанда были таковы что он начал осаждать Кордову тогда как раз умирает Альфонс IX в Леоне Фердинанд был вынужден обратиться на север для того чтобы получить корону но тем не менее потом он продолжает борьбу с мусульманами и вот объединенные силы Костелия и Леона берут в 1236 году Кордову и король Фердинанд отыгрывает назад события далекого 997 года я напомню что тогда Аль Мансур взялся тяга до Кампостела взял снял колокола с собора и на плечах пленных христиан перенес их к Кордову так вот Фердинанд Третий сделал обратное действие на плечах пленных мусульман эти же колокола из Кордова были перенесены обратно в Сантьяго де Кампостел после падения Кордова мусульманские эмиры один за другим начали искать покровительство Фердинанда Третьего в 1241 году мавританский эмир просит его взять под декорат Мурсию туда входят кастильские войска в 1246 году другое имя Аль-Хамар добровольно сдает кастильи город Хаен в обмен на помощь которую он получает от Фердинанда Третьего и обещание оставить ему эмират гранаты Фердинанд Третий сдержит это обещание более того в 1248 году тот же Аль-Хамар оказывает содействие королю в Кастиле королю Кастиле в его походе на Севилью в результате этот город этот очень крупный и важный город был взят Фердинандом это были крупнейшие завоевания со времен Альфонса Шестого то есть практически вся территория Иберийского полуострова уже контролируется христианами за исключением эмирата гранаты взятие Севильи которая находится в нижнем судоходном течении Квадалквивира было бы невозможным без морской блокады и вот тогда Фердинанд Третий поручает одному дворянину Раймонду Бонифациус брать флотилию на севере королевства ну то есть на побережье Бискальского залива это сравнительно небольшой флот но его хватает для того чтобы блокировать нижнее течение Квадалквивира тем не менее становится понятным что Кастилии нужен флот действительно большой сильный морской флот в Севилье закладываются сюда верфи и начинается вот это вот зарождение того мощного флота Кастилии испанского флота который позволит Испании стать владычицей морей через 250 лет ну а первым отбиралом Кастильского флота в середине 13 века стал тот самый Раймонд Бонифакси помимо военных дел Фердинанд III в конце правления занимался государственным строительством пытался унифицировать законодательные институты своего обширного королевства которое состояло из многих разнородных частей но эту задачу ему закончить не удалось Фердинанд III умер 30 мая 1252 года и позднее был причислен к липу святых на этом мы пока останавливаемся присоединяйтесь к моему сообществу на патреоне patreon.com ksivil подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-v подписывайтесь на мой канал в YouTube Valkaklov оставайтесь на этом канале до свидания и до новых встреч субтитры подчеркнула субтитры субтитры